Ну, это же хороший пример, что национализм и все, что за пределами национализма, космос, это несовместимые вещи для национализма. А почему? Это вот идея национализма, он такой местный. Смотри, да, это же проблема, смотри, никто же не против национализма. И я вообще-то против национализма не возражаю. Я возражаю против того, что национализм самокастрируется. Что он отсекает все то, что расширяет его горизонты. Что он сводит все к языку, культуре и избранным моментам истории. Что мы не можем как бы слить интеллектуризм и национализм. Мы не можем, да, слить космизм и национализм. То есть, это вещи не соединены в Украине. То есть, по идее... Это речь конкретно об Украине. Конкретно об Украине. То есть, тот вариант национализма, который здесь номинирует. Вот, смотри, вот немецкий национализм, он же ведь трансцендентный, да, и Шамбала, и поиски туда, и космический, и как бы и глобальный. И как бы они впитывали все. Ну мы запомнили все. У них так философно. Не, я имею в виду, что у них так получилось глобально. Да, конечно, глобальненько, да. Так более чем глобальненько получился проект. А нам бы свои забрати, чтобы чужинцы сюда не ходили. А можно у меня практичное питание? Скажите, будь ласка, а в что, как бы, трансформуется украинский национализм? Что до него доеднуется? Десь, от я бы перепоставил питание. Я не хочу разбираться с национализмом. Я бы сказал так. А что есть украинство за межами национализма? Космополитично? Тогда это интересный вопрос. Да ну без кого космополитично ничего? Тогда это интересный вопрос. Космополитизм, это же тоже, как бы, из определенного дискурса, из древнегреческого, где мы, как бы, во-первых, клали политию, клали космос, ну, как бы, чтобы понятно, у Платона есть полис, есть округа хора, есть экумена, вся известная, познанная или просто достижимая, известная, как бы, территория. И есть космос. Причем космос, он же понимался не то, что, как бы, над нами, потому что космос это вообще упорядоченность в перспективном представлении. То есть есть и макрокосмос, и микрокосмос, и вот из этого космополитизм представляет себя очень интересное представление. Это, во-первых, такая политика, которая вот в ориентации на некую беспредельность, на некоторое отсутствие, да, отсутствие ограничений, как таковых. Когда потом начали писать, что это гражданин мира и прочую чепуху, то это не более, чем интерпретация. Не было у греков никаких граждан мира, потому что представление о мире, вообще-то, возникает в новое время. Ну, так случилось. И до Декарта, как бы, его, собственно, не очень-то и использовали. Потому как, если посмотреть на то, как понимали общность, там, начиная от древнегреков и еще даже до Агустина блаженного, то речь шла о граде. Град небесный, град земной, город, град. То есть, как бы, не было никакого мира. Мир, как представление о целом, возникает гораздо позже. И в этом смысле космополитизм – это ориентация за всяческие ограничения политии. Городов. Политии. То есть, всяческих таких множественных объединений. Это очень интересный подход, потому что такой интерпретации вы попробуйте поищите, и везде еще не найдете. А уж что касается Википедии, то это вот… Смотри. Кто там сие сам откроет?